Во второй половине дня в четверг администрация Белого дома подтвердила, что среди иностранцев, пропавших без вести в Алжире, действительно есть граждане США. Предположительно, в результате атаки исламистов на газоперерабатывающем предприятии похищены или погибли в числе прочих семеро американцев. Власти США резко осудили действия исламистских боевиков и начали осуществлять план по спасению сограждан, оставшихся в живых, рассказывает Вадим Оленичев. Террористический акт. Так лаконично и жестко охарактеризовал инцидент в Алжире министр обороны США Леон Панетто на экстренном брифинге, организованном во время его пребывания в Италии. Одновременно американские власти в Вашингтоне выразили резкий протест по поводу захвата американских заложников. Мы категорически осуждаем террористическую атаку на предприятия и персонал компании «Бритиш Петролиум» в Алжире. Мы внимательно наблюдаем за ситуацией посредством контактов с алжирскими властями, международными партнерами и службой безопасности компании «Бритиш Петролиум» в пустыне Сахара – семеро граждан США. Такую цифру назвала группировка «Кровавый батальон», взявшая на себя ответственность за нападение, хотя эти данные требуют уточнения. Сколько из них погибли и сколько остались в живых – также неизвестно. Имена заложников и соображений конфиденциальности не будут сообщать, даже если их удастся выяснить. Мы сотрудничаем с государствами, вовлеченными в кризис, и пытаемся найти решение ситуации с заложниками. Инцидент произошел в отдаленном районе Алжира, на границе с Ливией. Наша первостепенная задача – безопасность американских заложников. Но мы, разумеется, озабочены судьбой заложников из Алжира и других стран. О других деталях я сейчас должна умолчать, но могу сказать, что события в Мали и Алжире отражают более широкие стратегические проблемы, с которыми приходится иметь дело и африканским странам, и Соединенным Штатам, и международному сообществу в целом. Госсекретарь США Хилари Клинтон пообещала вечером в четверг провести беседу по телефону с премьер-министром Алжира Абдельмалеком Селалом, в ходе которой она надеется получить новые сведения. В вашингтонских пулуарах уже поговаривают, что возможно проведение секретной операции американских спецслужб по спасению заложников, наподобие рейда, в ходе которого в Пакистане был ликвидирован Осама Бен Ладен. Но официальное предложение Вашингтона об отправке в Африку спецназовцев власти Алжира пока что отвергли. Вадим Оленичев, телекомпания «РТВА». По последним данным, несколько американских заложников освобождены. Остальные находятся в числе пропавших без вести. Об этом сообщают источники ФБР. Никакой дополнительной информации прессе ФБР не предоставило.